С городом Радио Болтком Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта» Здравствуйте! В студии Радио Болтком, программа «Без антракта» и я ее ведущий Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин и с нами на связи из Литвы Станислав Моисеев Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Мы вас выдернули из процесса у вас вот вчера, сегодня премьера Да, уже состоялась вчера, слава Богу Сыграли? Да Вот расскажите, пожалуйста, где вы, откуда вы и мы сейчас с вами поговорим об этом откуда вы сейчас с нами говорите что это за проект? Но первый вопрос, который я вам задам мне очень, я всегда задаю всем моим героям, которые вот ко мне приходят в первый раз Как вы вообще оказались в театре? О-о-о! Да, вот мне очень интересна всегда история как людей приводят в театр Вы режиссер Вы долгое время работали у себя на родине в Украине Как вообще, почему театр в вашей жизни случился? Ну, не знаю Ну, я скажу, что я работал и во многих европейских странах кроме Украины за последний как раз период и даже в Китае меня занесло туда Ну, театр, как бы, не знаю Мои родители были актерами А, это семейное, значит Ну, они были категорически настроены в отношении такой моей попытки этим заняться Я вообще хотел быть артистом И мне в тот период моей жизни, там, в восьмом классе очень нравились, очень нравилась оперета Мне очень нравилось, что актеры поют прекрасно танцуют Как-то вот Как мне говорила, извините, как мне говорила Римя Зюбина Традиция у украинского театра такой музычно-драматичной, да? Ну, в какой-то степени Хотя я всегда говорю так странно Вот вроде бы есть эта традиция Но очень часто ты сталкиваешься с актерами которые и не поют, и не танцуют А в обычном драматическом театре где-то и поют хорошо, и танцуют Все зависит от артистов Да, безусловно От подготовки, от школы и так далее Поэтому так как-то получилось Хотя мои родители были очень против Очень против Они знали, что это за жизнь такая сложная Но как-то уже так сложилось И они меня убедили, что надо быть режиссером Если я захочу быть актером То это очень близкие профессии Подготовка приблизительно одинаковая И поэтому я всегда смогу реализоваться И этот аргумент А, видимо, я был с детства Очень привержен логическому мышлению Последовать Этот аргумент меня сразил Ну, вот так я Не понимая вообще, что это за профессия Вообще В 17 лет я поступил на режиссерский факультет И сколько уже лет в театре? Очень много Потому что если я в 17 поступил То после института я еще отдал полтора года Как бы службе в армии Ну и все И начал работать с 83-го года Большая судьба Я не останавливаюсь Я не останавливаюсь Во времени Никак Очень хочу остановиться Уже Но Что-то пока не очень Ну, вы знаете, я вам скажу, Станислав Я тоже думала остановиться Но потом поняла, что это единственная Наверное, все-таки Место деятельности Которое я люблю Честно, по-настоящему Которое приносит мне Какое-то максимальное удовлетворение в работе Я вам искренне завидую Бывает по-другому иногда, да? У меня У меня Достаточно противоречивые чувства По поводу театра Его Ну, я сейчас говорю Не вообще о театре Как институции Культурной И там Которая По идее Должна продуцировать Искусство Чего С моей точки зрения Очень часто Не бывает И Братья Наша Актерская Режиссерская И Другая Она Воспринимает все-таки Театр Несколько По-другому Забывая В общем-то О призвании Ну и о миссии Да Вот Ну Ну вот так Поэтому Степень разочарования Очень значительная Но я обратил внимание Что Большинство моих коллег Приблизительно В этом возрасте Ну Каких-то Значимых коллег Они все Приблизительно Говорят Одно и то же Разочарование Театру А я все время Был Как это обидно Что я так поздно Это понял Я уже не могу Ну вы знаете Я вам могу сказать У меня тоже Это бывает Но все равно Как-то потом Это побеждает Вот эта вот Моя любовь к театру Она все равно побеждает И И Ты как-то Отстраняешься Начинаешь заниматься Чем-то Похожим Параллельно Но потом все равно Возвращаешься Возвращаешься И возвращаешься Потому что Есть в этом Какая-то Да Я понимаю Настоящесть При Полной Имитации Да Ну какая-то Настоящесть При этой вот Полной Имитации Скажите Пожалуйста Вот вы сказали Что вы в последние годы Много работали В Европе И Даже в Китай Съездили Это я так понимаю Все до ковида было Да Пока все Не закрылось Ну да Это были До ковидные проекты И К сожалению Два из них Там уже сорвались Вот В период Ну когда Началась Пандемия Да В 20-м году Да А до этого Это были Ну Как бы Такие Проекты Которые Ну Была там Венгрия Была Литва Уже Был По невежесть Когда-то Знаменитый Театр Мельтиниса Ну Что Вот Польша была Большой проект Был Потому что Это был Краков Старый театр Я всегда Шутил Это была Первая нога Украинца Переступившая Порог Этого Священного Театра А что Вы там Делали Мариуса Ивашкевича Пьесу Которая Называется Масара А Это Которая Сейчас У него Есть Как Ад И Да Ат и мир Ат и мир Да Да Вот Ну так Как-то Сложилось То есть Я получил Оттуда Приглашение Ну такое Предварительное Но они Не знали Что они Хотят И Я не очень Понимал И Ну как-то Как-то Вот И потом Оказалось Этот текст Уже был У меня В Киеве И Там я Делал попытку Думал его Поставить у себя В театре Тогда Национальном Театре Имени Ивана Франка Ну И в результате Я поставил В Кракове А во Франка Не поставил Хотя этот текст Больше нужен Был бы Украине Чем Польше Но это Очень страшный Текст Да Да Очень тяжелый Да Очень сложный И Ну в общем Мы намучились С ним Достаточно Серьезно Это очень большая Объемная Тяжелая пьеса Я Ее несколько раз Читала И когда вот Только-только Марис ее написал Он мне дал ее Прочитать Когда вот Они ставили В Национальном театре В Литве Этот спектакль И потом Он вместе с Михаилом Угаровым Делали читку В Москве В театре ДОК Года через два После этого Когда он ее Немножко переписал Оторвав ее Немножко От Вот от литовских Там у него было Очень много Связанного С именно с театром С Литвой С какими-то Внутренними вещами Он ее Немножко переписал Оторвав И сделав ее Более такой Свободной В применении Делал тогда Михаил Угаров Эту читку И вот потом Я прочитала ее Два года назад И поняла Что она очень страшная пьеса Очень страшная Да-да Я согласен И работать с этим текстом Очень трудно На самом деле Ну я говорю Как режиссер сейчас И хотя С разными текстами Разной сложности И классики Мировой Я имел Отношение За всю свою Достаточно Длинную Карьеру Но Это было Действительно Очень Очень сложно Да Потому что Он же описывает Ситуации 2014 года Да Это К боевой фантазии На тему того Что И я понимаю И он мне рассказывал Марио Что он сам ездил В Донецк В то время И это не Пьеса написана Из того Что он сам услышал И сам узнал Будучи на территории Восточной Украины Тогда И я так понимаю Что где-то вы там Может быть и пересекались Потому что там у него была Какая-то большая Большая история Связанная с этой поездкой Непростая Да Ну нет Мы вот тогда Почему-то Не пересекли Ну не знаю Почему Но мы не были знакомы Он просто мне передал В Киев текст Через Одну свою знакомую И просто Ну как бы Ну кто-то ему Что-то сказал Очевидно В моей Определенной Приверженности К Новой драме И Вообще Модерновым текстом И поэтому Он мне передал Даже чтобы не я Ставил Вообще Как у друг Театра Франка Ну вот Посмотрел на этот текст И может быть Увидел возможность Его поставить Вот Я почитал текст И конечно Меня он сильно Заинтересовал Ну мы сделали Читку В Театре Франка Мы сделали Читку И Масару читал Богдан Бенюк Вот Но для Театра Франка В то время Да и я думаю Сейчас Любые Отклонения От нормативной Нормативного Искусства Я бы сказал Они Неприемлемы Поэтому Ну о какой Ненормативной Лексике Могла быть Речь Сцены Первой Сцены Украины Поэтому мы Ограничились Читкой Ну Если бы я Продолжал дальше Там работать То может быть Я бы и поставил Все-таки Ее И Деволе Бенюк Очень хотел Это играть Это вот как обычно Бывают хорошие артисты Всегда очень чувствуют Материал Не в зависимости от того Какая лексика Там есть Да И вы с этой пьесой Эту пьесу поставили В Старом Театре Кракова Да 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 Через Где-то через год Наверное Это тоже большое решение Конечно В этом театре Поставить такую пьесу Ну На самом деле Рецензирование Спектакля Которое было Ну Далеко от Панегириков Там Ну Разные были Точки Но Одна из рецензий Значит Гласила О том Что Как это вообще Позволено Украинцу Залить кровью Священную сцену Вот Краковского Старого театра И так далее Хотя До этого Ну Допустим Краковский Старый театр Нельзя сравнить Ну Ну Как бы Соотнести По степени Архаичности Там Скажем С театром Франка Да-да-да Конечно Он европейский театр Продвинутый Абсолютно Свободный Да И там Много чего Происходит Интересного И Контроверсийного Но Тем не менее Да Это просто Такой текст Который Конечно Вызывает шок Да И Люди Не могут Пережить этот шок И принять Мне кажется Принять этот текст Очень сложно Как бы его не делать Потому что Он действительно Он бьет Просто наутмаш Иваш Кявич Написал пьесу В которой Все вещи Названы Своими именами И в этом Очень сложно Признаваться Самому себе Да Конечно Конечно Сейчас вы В Литве С которой Вас связывают Какие-то Давние отношения Поневежис 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 Потому что Поневежис Поневежис Придумал Тят Придумал Его руководитель Тогдашний Придумал Такой проект Месячник Украинской Культуры Постмайдановский Флёр Этому всему Приданный И поэтому Это был Целый Месячный Проект Ну и Как бы Вишенкой На торте Должен был Стать Этот спектакль Ну так Оно Собственно Все и Произошло Потому что Там были Какие-то Панельные Дискуссии Там были Разные Мероприятия Выставки И прочее В общем Достаточно Интересно Все это Происходило Асяш Сейчас Вы В Литве Но не в Вильнюсе И не в Каунасе Не в Большом городе Вот расскажите Пожалуйста Где вы Что вы делаете Что было у вас Вчера за премьера Да Ну вот Есть такое Кстати Это 130 километров От Риги Всего-навсего Всего-навсего Ближе Чем к Вильнюсу Да Значит Здесь Есть такое Прекрасная Деревня Которая Называется Няй-Сяй Да Это В 10 километрах От города Шауляй Вот И Это такая Отдельно Взятая Я бы сказал Такой Отдельно Взятый Коммунизм В литовской Деревне Да вы что Это отдельное Государство Просто Да я не знаю Ну это Какой-то Фантастический Объект В котором Во-первых Происходит Фестиваль Летний Фестиваль Такого Семейного Типа Ну музыкальный Где Как утверждает И наш Меценат И в общем Человек Который Вот Ну Занимается Этим Всем Проектом Рамуна Скорбаускас Кстати Брат Кстати Брат Миндогуса Да И Ну вот Здесь все Я даже не знаю Здесь все Подстрижено Здесь все Лужайки Вылизанные Здесь каждый День Приводят в порядок Цветники Прекрасная Флора Озера Кролики Новый Совершенно Прелестный Отель Небольшой Ну вот Где наши Актеры Например Живут И там же Их кормят В ресторане Ну вот Такое Какое-то место Вас пригласили Сделать Специально Спектакль Вот для этого Летнего фестиваля В этом Поселке Да В котором Существует Определенный Режим Жизни Я так понимаю Какие-то Вложения В развитие Есть И Вы приехали Сюда Со своими Актерами Или вы их Набирали Каким-то образом Из тех Кто уже Уехал В это время Нет-нет Я вообще Приехал в Литву Очень случайно Я не планировал Это сделать Просто Здесь оказались Мои близкие Друзья Которые Очень сильно Связаны с Литвой Бизнесом Рамуна Сакарбаускаса Которая есть Меценатом Вот И он захотел Потому что В Нейсяе Есть постоянная Трупа Маленькая Тут до 10 Литовских Актеров Понятно Что они здесь Не играют Потому что Здесь проживает Ну 500 человек В этом В этой деревне Но Они ездят По всей Литве То есть Они делают Какой-то спектакль И вот этой Маленькой труппы Они потом путешествуют И показывают Они катают Его по всей Литве Причем Эксклюзивность Проекта в том Что Это профессиональный театр Это профессиональные актеры Но Спектакли Не продаются Спектакли На спектакли Идут по приглашению Ну то есть Это такой Просветительский проект Да? Абсолютно Абсолютно Правильно И я думаю Что Рамунас Который Издает Большое количество Очень детских книг На литовском языке Естественно И все эти книги Распространяются Бесплатно Это его Как бы Такие Миссионерские Позиции Ну и вот Он предложил Создать здесь Труппу Не просто Сделать спектакль Не просто А создать Целую труппу Украинскую Чтобы это был И он хочет до сих пор Я как бы Не берусь сейчас Говорить Что выйдет у нас Или не выйдет Потому что Ну Всем понятно Что все хотят домой У всех есть работа Еще в Киеве Потому что Все из Киева Киевские актеры И Ну И все равно Ощущение Вот это Ощущение Временности Того что вы сейчас Делаете Да? Потому что Перспектива-то Все равно Как вы говорите Хочется домой И дома работать Ну Я в идеале Я бы видел Как это нормально Существует В Европе В европейском пространстве В идеале Я бы видел Сочетание Того и другого Возможность Работать И в Киеве И здесь Работать Сейчас Это транспортная Проблема Логистическая Безусловно Если Надеяться на то Что когда-то Ближайшее Или там Какое-то время Возобновляться Рейсы Ну не знаю Киев-Вильнюс Или Киев-Рига Что ближе Что ближе Да На самом деле Даже Вы ближе к Риге Наверное Даже чем к Вильнюсу Да? Сейчас находитесь Это 130 километров От Риги А до Вильнюса 210 Вот Вот Так что надо думать об этом Да Поэтому Я ничего не исключаю Я надеюсь Что это будет развиваться И Ну Я надеюсь Что мне хватит на это сил И желания Ну смотрите У вас такое же Мне кажется Вот удивительное Да Время Дает такую возможность Просто реализовать то Чего вы можете Сделать сами Так как вам хочется Сделать это самому Да Безусловно Ну Мы же прекрасно понимаем О том Что Это Определенные Ограниченные Ну Ресурсы И Финансовые И технические Технически Материальные Здесь существуют Потому что Здесь хороший Такой Ну как обычно Центр культуры Отремонтированный Оснащенный Каким-то светом И звуком Маленький зал Но Понятно Что это не дает Возможности Там разворачиваться В какие-то Более Глобальные Чувствовать себя Свободным Да В постановочном Смысле слова Да Визуально Постановочная часть Да Да Конечно Ну вот то Что мы сделали Сейчас Это вполне Укладывается Вот в этот А что вы сейчас Делали Расскажите Ну Делать какой-то Физикал Театр Которым я никогда Не занимался Ну так Серьезно У меня был Один Перфоративный Проект Но у меня Был Собпостановщик Который Занимался Движением А здесь Я сам У меня Ни художника Ни композитора Ни балетмейстера Ничего Я Я Я Я пять актеров. Вот. Поэтому ну и потом они начали съезжаться постепенно, потому что ехали кто из Германии, из Мюнхена приехал, кто из Варшавы, кто еще там откуда-то. И они так собрались, мы начали думать, что же это может быть. И в результате я, как я не боролся с тем, чтобы было меньше текста, оказалось, что все-таки спектакль будет с текстом. Документальный, вот, но фикшен. И мы стали над этим работать, и в результате получился документальный проект. Причем там три, по-моему, монолога. Там 16 монологов. И три монолога сделали мои студенты в Киеве, которые там у меня актерские курсы, режиссерские курсы. Я как бы с ними тоже пытаюсь работать вот над подобными материалами. Вот мы взяли три их монолога, и остальные монологи были взяты самими участниками, то есть, извините, монологи взяты, интервью взяты самими участниками спектакля. В результате у нас получилась такая картина достаточно обширная, потому что интервью взяты были у литовцев, у русских, у украинцев, естественно, из Мариуполя, Бучи, Харькова, Киева. Здесь мы взяли, например, интервью у продавщицы местного магазина. Взяли интервью у самого же Мариуса Ивашкевича, который сделал перевод на литовский всех текстов. Но чтобы литовцы могли все-таки как-то, потому что мы понимаем, что рассчитывать на то, что все поймут. Половина спектакля идет на русском, ну, да, вы же знаете условия жанра, что должно быть нередактировано и непереведено и нецензурированные тексты, тогда мы отвечаем условиям жанра. Поэтому половина идет на русском, там, суржик, украинский, ну, вот такое вот месиво. А вот когда вы говорили с продавщицей в магазине, вы на каком языке общались? На русском. Ну, то есть русский язык, он касается еще и людей, которые живут вне Украины, с кем вы вот сейчас общались и, ну, просто для того, чтобы вот это интервью получить, у вас был общий язык, на котором вы говорили, да? Да, по-другому не получалось, потому что можно было по-английски это сделать, ну, вот продавщица, например, не владеет. Ну, понятно. А здесь много, ну, в Литве хорошо развит английский, ну, то есть очень многие владеют, но играть по-английски было бы странно, и, опять же, старшее поколение, там, 40+, допустим, или еще что-то. оно уже меньше говорит, да? Да, уже меньше, зато они русские, понимают. Помнят русские, да. Скажите, пожалуйста, а вот пять актеров, которые с вами работают, вы их раньше знали, вы их как бы прицельно уже собирали, да, по Европе? Ну, я бы не сказал, что очень прицельно, скорее, по возможности, ну, и трое из них, трое девочек мои выпускницы. Студентки ваши? Вот прошлого набора, ой, трое, двое девочек, да. Один парень, у нас всего один парень. Ну, это понятно. Да, он раньше выпустился, и двое девочек, ну, как бы, одну, одна уже такая. Взрослая девочка? Не, не, не взрослая, а уже такая юная звезда. А, наоборот, юная звезда. Она уже много там засвечена в сериалах, и даже в Литве ее узнают, потому что тут вот один сериал с ее участием. Ну, вот такое, такая компания. Они все очень неплохо, двое из них очень хорошо, а остальные очень неплохо поют. Двигаются тоже достаточно умело. Ну, вот такая получилась команда, и надо было из этого исходить. Ну, из того, кто у вас есть, с кем вам работать, понятно. Скажите, пожалуйста, Станислав, значит, вы вот вчера сыграли первый раз, и это были зрители, которые живут в этой деревне, правильно я понимаю? Ну, не только. Приехал кто-то? Приехали, да, из как бы района, приехали. Ну, я понял по тем лицам, и тем людям, которые ко мне подходили после спектакля, что-то говорили, что это такая, ну, как бы местная интеллигенция, и там были учителя, были еще какие-то люди. И в перспективе вы говорите о том, что вместе вот с переводом на литовский, который сделал Мариус Ивашкевичус, вы сейчас будете ездить по каким-то городам и по каким-то фестивалям тоже, да, в Литве? Ну, что, надо разговаривать и везти вас в Ригу, я так понимаю, тоже. Ну, почему нет? Дело в том, что я не знал, что получится, а так как я принадлежу все-таки к другому поколению режиссера, вне тому, которое сейчас говорит, я гений. Ну, не все так говорят, ну, скажите же честно. Я шучу, но очень много так говорят. Поэтому они сразу говорят, что вот начинается пиар-компания, мы вот, у нас первая репетиция, мы ожидаем грандиозный результат. Я, к сожалению, так не умею и не хочу. Поэтому я не знал, что получится. Я думал, что может получиться полная какая-то фигня, я с этим не справлюсь, актеры не справятся. Ну, или что-то получится. Ну, вот вчерашний показ, показал, что, ну, результат есть. Он может быть хуже, лучше, но он есть. Есть пиар, который воздействует на зрителя, даже того, который не до конца хорошо понимает текст. А так как он построен, ну, в большей степени на тексте, там есть и песни, есть и пластика, есть какие-то физические действия, но все равно основной акцент у него на вот этих 16 монологов. Монологов настоящих людей. Да, да, реальных людей, непридуманных и нередактированных. Поэтому в нем очень много, ну, как много, ну, достаточно много ненормативной лексики. Ну, потому что люди говорят так, как они привыкли говорить. Абсолютно. И если, особенно это касается там военных, там есть два монолога военных, вот один вертолетчик, и вот очень интересно, что половину он начинает, когда говорить, ну, о том, как начиналось, как там обстреливали аэродром, он как раз из-под Гастомеля, тот аэродром, первый был под ударом. И он об этом рассказывает нормально, но когда он во второй половине переходит к тому, что его сильно возмущает, а его сильно возмущает то, что не все мужчины есть мужчинами, и что они не все идут защищать своих девочек, вот тут у него начинается все, он уже не выбирает слов. Ну, вот такие какие-то проявления. Хорошо, Станислав, ну, смотрите, значит, я понимаю так, что у вас впереди поездки с этим спектаклем в Литве, и что мы можем поговорить, и я могу кого-то вас рекомендовать, раз вам есть за что теперь нести ответственность, и вы понимаете, что этот спектакль может быть показан, и может быть интересен публике здесь тоже у нас, и дальше вы можете с этими пятерыми актерами делать что-то еще, да? То есть у вас как-то дорога открыта дальше. Ну, да, я так понимаю, что это предложение уже как бы существует, продолжать развивать этот проект, чтобы это был какой-то такой литовский, украинский театр в Литве, но здесь много вопросов, потому что мы же понимаем, что, ну, а какая аудитория будет у этого театра, который должен работать на украинском языке, на другом он не может работать. Угу. Ну, ну, и вот-вот тут вот начинается вся вот эта вот... Ну, в общем, надо садиться, это все обсуждать, и думать, как это делать, и для кого это делать, и как это потом показывать, но я просто знаю, что, например, и в Риге, и в Вильнюсе очень много тоже приехало актеров из Украины, и очень многие в Европе, которые работают где могут, но ищут работу, конечно, по профессии, и вот эта идея как бы создания хотя бы каких-то отдельных проектов с участием украинских актеров, она сейчас, ну, она везде, а вы тот человек, которому дали возможность создать целый театр. Ну да, так получается. Ну, а скажите, когда вы работали, вот мы сейчас немножко вернемся назад, и вы скажете, ваш опыт работы все-таки в Академическом театре, в Государственном театре Ивана Франка, он был трудный, это был какой период вообще времени, и как долго вы там работали? А это последний театр, в котором я как бы работал на постоянной основе. Ну, вообще, я так сложилось исторически, что я, ну, как бы родился уже руководителем театра. Ну да, вы родились в театре фактически. Поэтому в 28 лет я стал главным режиссером областного театра в Ужгороде, и даже еще программа «Время», прости господи. Рассказывала про ваш театр. Рассказала обо мне, как самом молодом главном режиссере Советского Союза. Вот как. И самом западном режиссере. И самом западном, и при том, что я не был членом партии. Это вообще фантастика какая-то, как это вообще могло быть, ну, в то время. Ну, это уже, правда, был распад практически, но... Вот. И поэтому с тех пор я все время чем-то руковожу. Потом у меня было 16 лет, я был директором и худруком молодого театра в Киеве. Такой театр, который имел очень интересную историю, и он был, ну, очень неформальным театром, таким экспериментирующим театром. И вот 16 лет, это был очень хороший период его жизни, я привел туда ряд известных актеров, они начали работать там. Мы сделали там для этого театра с Богданом Ступкой, спектакль, ну, в общем, всякие такие были эксперименты. Театр много ездил, много было коопродукции с европейскими театрами. Ну, хороший период, ну, все говорят, наверное, и критики говорят, что это был мой лучший период, я не спорю. Но бывают же такие звездные совпадения, когда и обстоятельства, и силы, и возможности, и все, и двери все открыты. Да. Да, бывает. Ну, вот, а потом последний театр, а потом Богдан Сильвестрович Ступка, с которым у меня были очень близкие отношения, и он, в общем, он... Пригласил вас, позвал. Он, нет, он меня просто, ну, он сказал, что я должен пойти в театр. Он умирал. Вот, я брыкался, у меня два раза было это предложение, я не хотел, я чувствовал, что мне не надо идти в этот театр. Но, вот, все-таки так судьба распорядилась, что я, пообещал ему на смертном одре, по сути. Ну, я так, я не мог ему в тот момент отказать, сказать нет. Я не мог ему еще, ну, добавить боли. Потому что он очень любил этот театр, очень дорожил ему, он очень, ну, если он за день до смерти думал о том, что с театром, да, то вы же понимаете, ну, вот. Поэтому, таким образом, я стал его преемником. На то время еще, это было возможно, еще не было у нас конкурсных систем, и так далее. Ну, и все, пять лет, я отработал контракт пять лет, ну, и потом я не захотел идти на следующий конкурс. И все. И стали свободным режиссером. Что, что? И стали свободным режиссером. Да, и стал свободным. у меня уже был такой период в жизни, семь лет, я чувствовал себя прекрасно. Вот. Трудные девяностые годы, но было хорошо мне, потому что я всегда ценил свободу, и свободу творческой личности, тем более. Ну, и все. Вот сейчас, ну, у меня есть университет, вот, два курса детей. Преподавание. А вы сейчас дистанционно с ними как-то занимаетесь, да? Да, да, мы по Зуму тут с ними мучаем, вот, и Рбати мы, и занимаемся документальным театром. Ну, а что делать? Больше ничего. А сейчас экзамены? Сейчас, да, сессия, ну, у них там практически экзамены как бы перенесены на осень, на сентябрь. Многие уехали? Да, достаточно много, достаточно много. Ну, не знаю, может быть, половина курса сидит где-то, ну, в Европе в основном. Многие поехали на учебные резиденции, там, Польша, Германия, там, Италия, ну, разные, разные. Ну, видите, у вашего курса будет какой-то совсем другой опыт, какой-то совсем другой опыт. Да, безусловно, безусловно, хотя они у меня страдают все, это вот актеры сейчас заканчивают второй курс, то есть у них первый курс почти пропал из-за пандемии, да, но зато мы насмотрелись очень много хорошего кино, мы за это время, и я им говорил, ну, у вас в дипломе написано театр, то есть актер театра и кино, а про кино мы ничего не знаем, получается, мы все о театре, о театре. Сейчас вам время подкинуло немножко другие условия. Станислав, нам надо заканчивать, я желаю вам и вашим студентам встретиться, и пусть театр будет украинский в Литве, пусть это будет не сразу, не просто и не легко, но пусть он будет, потому что мне кажется, что все равно, даже если все изменится, когда все люди вернутся домой, пусть он будет как такой, как память и как возможность развития какой-то общины может быть в Литве, который будет, вот это будет культурный центр. Конечно. Удачи. Это может быть культурным мостиком, конечно. Удачи вам. Спасибо большое вам за приглашение и за разговоры. И мне очень приятно вас с вами увидеться, я вас очень много раньше слышала, но вот мы с вами теперь увиделись. Спасибо вам большое, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.